Распад России может стать победой? Вот сейчас мы подходим как раз к моменту, где существует такой большой спектр неопределенности. Потому, что очевидно, что разгром военной в Украине, выплата репараций, если это является условием победы, создают ситуацию, в которой в России наверняка будут произведены политические перемены. И мы уже видим, в принципе, по тем телодвижениям Кадырова, Пригожина, что там идет позиционирование разных-разных-разных сил к постпутинскому моменту. Там формируются уже свои коалиции и считают солдат. На мой взгляд, это все не будет иметь принципиального значения, потому что стабильным правительством в России будущий, и почти наверняка эта страна будет географически отличаться от нынешней, потому что в таких условиях всегда центробежные силы возникают. И процессы, которые не завершились в 1991 году, Чечня, Татарстан, Башкортостан, может, даже Якутия, это все пойдет снова. Потому, что тогда это было просто подморожено было. А сейчас все пойдет обратно. Но плюс Финляндия с Японией не дремлет, правда? Ну, это опять, я говорю пока даже, я говорю пока, ну, Лизские острова, это как бы понятно, что это договор подписан с Японией. Но я говорю сейчас даже не о претензиях других странах, это следующий вопрос, а о том, что внутри России существуют эти мощные центробежные силы. Потому, что мы же должны понимать, как бы, вот ситуация, которая возникает, когда украинский флаг поднят Севастополь. Значит, российская армия разгромлена, но она же не вся полегла в Украине. Сотни тысяч вернутся обратно. Озлобленные, как бы не кормленные, ограбленные, с оружием. Значит, они возвращаются туда. Ну, пару миллионов беженцев можно прибавить смело просто. Значит, на фоне экономической разрухи. Значит, чудовищный рост преступности. Никаких силовых структур нету, потому, что они привыкли гоняться за интеллигентными, с белыми шариками. Значит, как бы, а здесь просто все по-другому будет. Они сами в бандиты уйдут. То есть, там 90-е годы просто покажутся просто там цивилизованным раем. По сравнению с тем, что ждет Россию в ближайшие год-два после краха путинского режима. Все это должно привести действительно к обрушению вот этой вертикали. Она гнилая, мы же видим. Она уже ничего не... Она рефлекторная. Она как вот там динозавр. Там уже его там съедят с другой стороны. Мозг там еще маленький, еще не знает, что уже там... Он продолжает листья жевать. Там уже там хвост отъели почти полностью. И в этих условиях, на мой взгляд, единственный шанс на восстановление какой-то стабильности может быть у того правительства, которое сможет снять санкции. Которое сможет вернуть Россию, по крайней мере, сделать первые шаги возвращением в цивилизованный мир. А вот здесь Запад пока для себя вопрос не решил. Готовы ли они будут договаривать? Ну, понятно, с Кадыровым, Пригожиным наверняка они будут. А готовы ли они будут договариваться с какими-нибудь Собяниным, например, в принципе? Мишустиным. Ну, может быть. Не важно. Мишустиным. На самом деле вопрос будет упираться... Вот мы два компонента победы аффиксировали. Освобождение всей территории, включая Севастополь. Репарации. Следующий вопрос. Военные преступники. Вот здесь пока ясности полной нет. С моей точки зрения, это важнейшее слое победы. Привлечение к суду всех военных преступников. И туда включили естественные пропагандисты. Это довольно большой список. Да, и он не будет, конечно, там многомиллионным. Мы сейчас говорим не про всю партию Единая Россия. Мы говорим про тысячи военных преступников. Даже если мы говорим про сотни. Даже если мы говорим про десятки. Там никакого Мишустина и Собянина в правительстве не будет, в принципе. Это ситуация, когда, в общем... Понятно, там Собянин не военный преступник сегодня. Вот ровно. Но, тем не менее, это элита всего. Часть команды. Это часть системы. Я понимаю, конечно, может быть, новое правительство России может договориться с какими-то, я не знаю, губернаторами. А поддержание порядка в течение какого-то времени могут менять индульгенцию на какую-то работу. Это уже следующие вопросы. Но есть четко военные преступники, которые составляют окружение Путина. Вот по этому поводу Запад пока не принял никакого решения. Потому, что в мозгах западных геополитиков кошмарная картина распада России и усиления Китая. Вот китайская карта сейчас начинает влиять на решимость Запада, завершить войну очень быстро. Я убежден, что Украина не получает сейчас самых современных видов оружия, которые решили бы войну в пару месяцев. Можно пересчитать, какие это виды оружия. Ну, в первую очередь, конечно, это танки и дроны. Это современные танки. Истребители. Не истребители, а дроны. Американские дроны. Грейглс, в принципе. Это вот, которые мы в кино видим. Вот этот настоящий. Там почти по 8 ракет несущие, конечно. Там ничего не останется. То есть, ни флота никакого. Там все будет решиться в пару месяцев. И танки. Сотни современных танков. То есть, я даже не говорю про истребители сейчас. Просто вот есть плюс, там еще есть длинные ракеты. То есть, на самом деле, есть набор вещей, которые сегодня военного снаряжения, военных технологий, которые позволят решить войну очень быстро. Мне кажется, что пока на Западе не сформулировано представление о том, что будет дальше. Потому, что этот сценарий, который мы сейчас обсуждали 5 минут назад, разбитая армия возвращается в Россию, хаос, они четко видят. А что будет потом, они пока не знают. Вот здесь и есть вот то самое, мне кажется, небольшое окно неопределенности, которое пока сдерживает Запад от оказания Украине абсолютной военной помощи. Но мы все равно видим, что она увеличивается. То есть, понятно, что как бы цель победы Украины зафиксирована. Вот здесь я не вижу никакого отката. И Штайнмайер подвел черту под всякими надеждами Путина, что в Европе остались хоть какие-то серьезные друзья. Ну, там Орбана, каких-нибудь киприотов с мальтистами мы не считаем, в принципе. На серьезном уровне все надежды его на Германию, Францию и даже Италию безнадежно провалились. Даже в Италии он уже, как он ждал, там, Бернускони с Альвини. Пришла вот новая девушка. И первым делом сказал, что поддерживаем Украину. При том, что можно как бы говорить про корни ее там политического происхождения, про ее внутреннюю политику. Но показательно, что даже эта представительница яркая такая, в общем-то, ультраправых, что-то подфиксировал. Она с Украиной. Поэтому я не вижу у Путина сегодня возможности играть вот в эти разнообразные игры. Да, конечно, осталась агентура, вот как было сказано. Да, конечно, затаились вот они все. Но их политическое влияние сегодня минимально. Какой-то шанс оставляет холодная зима, что там будут какие-то перемены. Но мне кажется, что вот опять Штанмайер подвел черту. Зима не будет смертельной. Там скорее российская армия замерзнет в украинских степях, чем Германия там пойдет на какие-то переговоры. Вот поэтому Путин, конечно, может еще причинить кучу горя и зла. Понятно, что зима будет тяжелейше, чем в Украине. Он разрушает инфраструктуру. И в Европе тоже она будет тяжелой. Но ничего, переживут. Заплатят на 2 евро больше за киловатт. Или как они там считают. Температура в комнате может быть на 2 градуса ниже. Но это не решает проблемы. А российская экономика идет ко дну. И по всем индикаторам к весне следующего года Россия будет не в состоянии вести полномасштабные войны действия.